Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как быть дальше? Почти 4 года я одна. Я была счастлива с человеком, которого любила сильно и до сих пор люблю. Строили совместные планы, но в один миг он решил оставить меня. Мы не ругались даже, он сказал, что причина в его работе. Но я только сейчас поняла, что это не так. Все равно к нему остались чувства и за это я не могу завязать новые знакомства. Ну, во-первых, расставание есть травма. И боль от травмы, все чувства, связанные с ней, вам нужно прожить. Это первое. Пока не проживет, вряд ли сможете двигаться дальше. Второй момент. Это цель. То есть как быть дальше, что бы что. Вы завязываете новые знакомства для чего? Понимаете? Сейчас это выглядит как то, что вы пытаетесь найти замену мужчине, которого любите. Вот. И, понятное дело, что ничего из этого не получается, потому что замену вы не найдете. Воспринимать же человека, ну, скажем так, по-другому, да? Вот. Воспринимать человека иначе, воспринимать человека, ну, скажем так, отдельно, да? От, например. Ото всех. Можно только в контексте интерес. Вот. То есть можно в контексте того, если у вас интерес, реальный интерес к этому человеку. А если вы, например, пишете, что вы завязываете новые знакомства, то здесь очень важно понимать, на мой взгляд, следующее. Что знакомство знакомство, знакомство знакомствами, но как вы воспринимаете вот людей, мужчин? Вот. Как вы их воспринимаете, да? Как вы их видите, я имею в виду мужчин. Вот. И в каком ключе они вас интересуют. Ну, вот. Вообще. То есть как они вам интересны, чем они вам интересны. В данном случае это очень важный момент. Дальше. Вы пишите. Я люблю, очень сильно любил и люблю мужчин. Да? Клево. Значит, что хотелось бы здесь, ну, так скажем, прояснить, да? Что хотелось бы прояснить здесь? Здесь хотелось бы прояснить, пожалуй, только следующее. Как, как вы, именно вот как вы, воспринимаете эту самую любовь? Каким образом вы воспринимаете любовь? Что вы в данном случае под любовью видите? Что вы в данном случае под любовью чувствуете, понимаете, ощущаете и так далее? Это очень важно. Потому что, может быть, у вас и не совсем про любовь идет речь. Может быть, вы говорите и не про любовь, а любовь совсем. Может быть, вы говорите и про, ну, допустим, что-то другое, да? То есть, например, зависимости, например, какая-то, допустим, потребность и так далее. То есть, ну, вариантов может быть много, достаточно. Вот, поэтому это нужно, опять же, исследовать, это нужно, опять же, изучить. Это нужно, опять же, заметить вам, что я чувствую конкретно как человек. Да, самое что, одно дело, если я хочу быть с кем-то, вот. Одно дело, если я, ну, вот, стремлюсь к, ну, к мужчине, да, одно дело. Если я стремлюсь непосредственно к человеку. И другое дело, если я чувствую, ну, скажем так, некоторые такие другие тенденции. Вот, как то, например, желание что-то для человека делать. Вещи-то разные, вещи-то не похожи друг на друга. И, соответственно, их необходимо дифференцировать. Итак, говоря о любви к мужчине, что вы хотите? То есть, к чему сводятся, к чему сводятся ваши потребности в этом смысле? Вот, это очень важно, потому что направленность ваших желаний, направленность ваших, вот, скажем так, потребностей, да, она здесь принципиально важна. Принципиальное значение здесь это имеет. Вот, если, если мы не увидим, что вы хотите, если мы не увидим того, какая потребность находится за тем, что вы называете любовью, вот, то мы, в общем-то, опять же, не сможем уловить в данном случае то, чего вы хотите. Мы не сможем уловить то, что вам нужно. А это очень важный момент. Понимаете? Понимаете, да? Это очень важный момент, потому что от этого зависит то, как вы устраиваете, ну вот, скажем так, свою модель поведения, как вы устраиваете свою модель взаимоотношений с человеком. Вот. Это, таким образом, получается взаимосвязанные вещи. В данном случае. Как-то так, как-то так, у многих людей встречается подобная проблематика, проблематика связанная с тем, когда отношения между людьми заканчиваются резко, ну, скажем так, в пассивной форме. То есть, когда, ну, человек, по сути, ни на что не влияет, да, то есть, ну, не может ни на что повлиять, то есть, ну, получается такая история, что человек, по сути дела, оказывается беспомощным, бессильным, пассивным в этой ситуации. Вот. И, естественно, беспомощность порождает не самые приятные чувства, такие как чувство, там, стыда, чувство... Чувство подавленности, чувство беспомощности, бесспомощности и ощущение, что, вот, чего-то со мной не так скажет. Да, то есть, ну, вот вот что-то со мной не то происходит. происходит. Такое бывает. Это нормально. И на мой взгляд, сопротивляться этому, противиться этому не нужно. Человек может быть беспомощным, может оказываться в критических ситуациях. Нужно научиться их проживать и находить ресурсы, двигаться дальше. Опять же, куда? Дальше куда? На этом всё. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.